Да, мы хотели бы сегодня поговорить про ландшафтное проектирование. Основная задача ландшафтного проекта – это организация пространства. Ну вот если мы говорим о благоустройстве наших дачных участков. Этапы ландшафтного проектирования разделяются на предпроектную подготовку, эскизную часть и, собственно, работу над проектом. Ландшафтное проектирование Состав проекта? Да, значит, в эскизные входит, значит, потом мы скажем, сколько это стоит. Значит, входит эскизно-планировочное решение, которое переводится в генплан после согласования всех частностей с заказчиком. После этого мы делаем план покрытия, считаем баланс. То есть здесь у нас дорожка из такого-то материала, такой-то площади. Здесь у нас площадка или патио, или декинг из такого-то материала, такой-то площади. А здесь у нас там клумба, столько-то мульчи на нее пойдет. А здесь у нас газон столько-то квадратных метров. То есть план покрытия из баланса площадей. Тут же, если мы не делаем вертикальную планировку, вместе с планом покрытия мы выдаем план высот. Вертикальная планировка это что такое? Вертикальная планировка это уже инженерная подготовка, и выполняет, прямо так называется, инженер-вертикальщик. Это уточненный план высотных отметок, проектных, которые планируются по участку. Значит, план покрытия, план высот, дендроплан. Там уже как раз вся красота. Дендроплан это растение. Да, это растение. И последним листом у нас идет план освещения участка. Даже освещение. Да. Почему последним листом? Потому что просто так свет, если ты включишь просто в воздухе лампочку, она будет просто светить сама в пустоте и больше ничего не освещать. На участке освещается только то, обо что отражается свет. Соответственно, когда мы уже выстроим все структуры, согласуем их, тогда уже мы можем, вот этот светильник будет подсвечивать дорожку, а этот светильник будет подсвечивать дерево, а этот светильник будет подсвечивать эту клумбу. А этот будет на примерности нежилого дома. Сначала мы делаем оценку, оценку потенциала участка. Что мы имеем в самом начале? То есть, как близко расположены грунтовые воды, роза ветров, перепады высот. И, исходя из этого, мы уже, в принципе, можем говорить о стоимости работ. То есть, на каком этапе вы уже озвучиваете клиенту стоимость возможного проекта? В его реализации? Стоимость в реализации будет складываться, естественно, от стоимости благоустройства, от стоимости инженерии и от стоимости озеленения. Ну, чем раньше вы позовете ландшафтного специалиста, тем можно, в принципе, больше на этом сэкономить. То есть, если мы зовем специалиста во время покупки участка, то есть, если мы приезжаем смотреть участок, который хотим купить уже с ландшафтным дизайнером, он может заранее сказать, что вот здесь придется провести определенное количество работ, достаточно дорогостоящих, там, по осушению, по аэрации, насыпь, выравнивание, грунтовые воды. Да, ты совершенно прав. Если ландшафтный специалист приглашен до покупки участка, да, оценивая 2-3 объекта и видеть, что на одном из них потребуется дренаж, иногда это можно действительно выявить, просто побывав на участке. Ну, если мы говорим про специалисты, да. Понятное дело, что если дренаж не нужен, то, соответственно, это уже минус статья расходов. Достаточно большая статья. Да. Если мы говорим о участке на рельефе, понятно, что мы всегда обычно пытаемся уйти от излишнего террасирования, потому что любая новая терраса, это почти всегда подпорные стенки. Если они сделаны на совесть, то это, в общем, довольно значительная часть. Большое количество песка, большое количество щебня, грунта, то есть это просто машины, которые будут приезжать и выравнивать это все, плюс определенные инженерные конструкции. Да. Стена выше одного метра обычно делается из железобетона. Ну, то есть, в принципе, цена благоустройства территории, помимо строений, которые на нем уже стоят, то есть там дом, баня, сарай, они могут быть приблизительно равны всем тем строениям по стоимости. До последнего кризиса 14-15-х годов считалось, что стоимость благоустройства сопоставима со стоимостью участка. Ну, это пугающие, да, такие цифры, честно говоря. Да. Сейчас немножечко акценты сместились, и постройка дома стала дешевле, в общем-то. Тот дом, который раньше стоил 10-12 миллионов, сейчас уже можно построить за 6-8 миллионов. Если мы с тобой говорим, например, о Клеенном Брусе, том же сам, да, рынок довольно сильно просел. То же самое можно сказать про благоустройство зеленения. То есть, если в среднем, например, там раньше делать благоустройство зеленения на участке, ну, например, там стоило 100 рублей, то сейчас в основном люди стараются это сделать за 50 рублей. Вот. Поэтому сейчас бы я не стала бы ставить знак равенства между стоимостью строительства дома и стоимостью благоустройства участка. Да. Вот. Но понятно, что мы говорим не о сотне, не о другой тысячах рублей. Эти цифры значительно выше. Ну, это понятно, да. В принципе, даже если рассматриваем ремонт квартиры, если можно сравнивать благоустройство участка с ремонтом квартиры, то, наверное, как бы этапы примерно будут те же самые. То есть, сначала мы грунтуем, выравниваем стены, а потом уже клеим обои. И поклейка обоев, она обходится значительно дешевле, чем грунтование стены. Если мы уже имеем ровные стены, соответственно, ровный участок, то дополнительное озеленение будет нам охотиться гораздо дешевле, чем выравнивание этого участка, осушение этого участка. Это абсолютная правда. Так и есть. Более того, к сожалению, очень малое количество участков, где не требуется завозить грунт, а лучше материнского грунта, который есть на участке, наверное, нет ничего, если он хотя бы более-менее полудородный. Таким мы можем назвать, например, тот же самый полевой суглинок. То есть, если участок куплен где-то в бывшем поле, или там еще лучше в каком-нибудь совхозном саду, самые идеальные варианты, да? Бывает, что люди покупают участки там, где раньше ничего никогда не росло. Или наоборот, лес стоял, который надо крючевать. Это очень сложные варианты, потому что те заказчики, которые покупают лес, они покупают его именно потому, что они любят лес. И мало кто из них знает, что как только они начинают благоустройство, как только начинают копать котлованы, они вот эти вот крупномерные деревья, меняют там и водный баланс, да? Корневую систему той или иной степени повреждают, они меняют высоту текущую корневых шаг деревьев. И все это приводит к тому, что в течение определенного количества времени деревья начинают болеть, гораздо хуже себя чувствовать. Некоторые погибают полностью, повышается, к сожалению, ветровальность. То есть очень часто такие деревья при каком-то, даже не урагане, а просто каком-то шквалистом ветре могут, к сожалению, упасть. И упасть, например, на дом или на парковку. Ну, в общем, ландшафтный дизайнер нам нужен для того, чтобы избежать тех ошибок, которые потом придется исправлять годами. Потому что когда мы начинаем что-то сажать сами, что-то пилить сами, что-то оставлять, строить какие-то сооружения, не учитывая экосистему самого участка или нарушая ее, то мы потом имеем проблем больше, которые обойдутся нам дороже. Их устранение обойдется дороже, чем изначально пригласить специалиста, который все это... Однозначно да. Да, во-первых, специалист обладает знаниями, компетенцией и опытом. То есть он уже набил шишек. Накопилось определенное количество кейсов, где были какие-то проблемы и у соседей, и у знакомых, и у заказчиков, и у родственников заказчиков. Соответственно, конечно, он этим всем опытом делится. Цена каждой ошибки, она довольно дорогая бывает. Ну, от чего мы отталкиваемся? Скажем, вот какая вот минимальная сумма проекта общего организации пространства? Мы не рассматриваем, если вы делаете просто небольшой цветничок где-то. А если вы целиком организуете пространство дачного участка? Среднего дачного участка будем брать от 6 до 10 соток. Я бы сказала, наверное, от 9 до 17 соток. Это действительно средний. Хорошо. Меньше бывает, но это реже. И больше бывает, но это тоже реже. Ну да, мы просто хотим, чтобы понимать примерно сколько. Это где-то от 60 до 120 тысяч. Значит, соответственно, если там какие-то расчеты по организации рельефа, террасирование какое-то. Это стоимость проекта до того, как вы приступили непосредственно к работам. Это все подготовительные работы. Это, так сказать, вся проектная документация до того, как будет воткнута первая лопата. Правильно я понимаю? Да, да. Значит, это стоимость эскизного проекта. Соответственно, если нужны еще какие-то рабочие чертежи для сторонних строителей, то это они будут стоить отдельно каких-то денег. Естественно, мы тоже об этом будем договариваться, согласовывать это. И там не будет умножить на два. То есть это будут какие-то разумные деньги. И это та часть, которая нужна далеко не всем. И ее даже обычные клиенты не смотрят. В принципе, посчитать реализацию, я думаю, все в состоянии, поскольку все примерно знают, сколько стоит. Нам интересна именно стоимость самого проекта до того, как начнутся работы. Это 60-120 тысяч. Да, это в среднем стоимость. Хотя бы, чтобы понимать, сколько денег готовить, прежде чем пригласить дизайнера, поскольку я понимаю, каждый выезд его тоже стоит денег. Специалист не выезжает бесплатно. Берем только за первый выезд. Более того, если договор у нас заключается на проектировании, мы его зачитаем. То есть мы не считаем, что мы зарабатываем на выездах. Эти деньги берутся просто для того, чтобы потенциальный заказчик подтвердил серьезно свои намерения, не более чем. Сегодня мы поговорили про ландшафтное проектирование. Узнали очень много интересной информации, но, безусловно, не задали все эти вопросы, которые хотели. Поэтому, я думаю, мы обязательно еще раз встретимся с Викторией и зададим ей еще много вопросов. Я думаю, что у вас они тоже накопились. Я надеюсь на ваши комментарии. Пишите ваши вопросы для Виктории. Мы встретимся в следующий раз и поговорим про все, что вы хотели узнать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем привет! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!